Градима, на беличьем меху, в ореховой скорлупке, в тумане пойм и в вереске болота, И в пушке щеки, и в лучиках височных, морщинок чистых, в запахе опавших семиренок, И в неострых колючках тыквенной ботвы, и в голосах мальчишек за оврагом. Оно здесь было. Близко. Только что. Недавно. Еще вчера. Позавчера. А ныне его здесь не найти. Оно исчезло. Оно неведомо куда ушло. Как детство. Присутствуя во всем, как отрицание. Как воспоминание о ласточках. Под крышей беседки. В разгар декабрьской бьюги. Ну да. Остолбеневший, как бревно. Конечно. Все кончено. Мы вышли в новый круг. Не наш. Все верно. Я не спорю. Мы здесь, как там. Мы не они. Они не мы. Так было при Григорьеве. При Блоке. При Лихачеве. И при Бродском. И вот уже и в новом слое мы и они разобщены. И слава Богу. Правда, груши, исполненные брагою осенней, павшие в объятия адмиралов и траурниц, они принадлежат обоим мирам. Как женщины. Как дети. Господи. Мам, как холодно в саду. Где нас обоих нет, и сквозь туман слоистых, рассвет струится с белым абрикосом. Как повторяю, нам холодно, вродимое, входить нематериальным телом, стоять под грушей, Принимая ее листву в себя и впитывая крик заречной электрички. Что касается Катулла с Элиотом, то Бог с ними. Мне важен был один дощатый мостик на берег всетняковых зеленых зарослях. Его, утратив, я ни за что лицом не повернусь назад. Горит пожар, невидимый для глаз, но ветер носит чешуйки пепла в пустоте рассвета. Продолжение следует...